Одна авиакомпания берет все маршруты в одно направление, там люди еще летают. Это важный очень. Это элементарный принцип рынка. Не надо мне рассказывать, что есть специфический рынок. В Грузии то же самое было. В Грузии была у нас одна авиакомпания, у которой были связи в парламенте, в министерстве. Она назначала главу госадминистрации. И она была единственная. Она летала и нам объясняли, что рынок так не позволяет иначе. И Грузия летала только 120 тысяч туристов. А когда мы либерализовали, за что 20 других или 30, я уже не помню, компаний, на те же маршруты, кстати, билеты стали дешевле, а к нам стало летать 6 миллионов человек вместо 100 тысяч. То есть добавишь люди доходы. Кто квартиру сдал, кто гостиницу строил, кто рестораны, кафе строил и так далее. Сегодня мы этим решением реально число туристов, которые прилетят в Одессу, сократили 2-3 раза. Это результат вашего решения, а не то, что ваши специфические правила. Есть четкие правила мирового рынка. Есть конкуренция, потребитель выигрывает. Нет конкуренции, потребитель проигрывает. Поэтому я считаю, что вы это приняли решение, но я уверен, что очень скоро, коррупционной связи, которым это решение продиктовано, я прямо вам скажу. Конкретно монополист, который контролирует, потому что зарплат тут никто не получает. Зарплаты вы получаете от конкретных частных лиц. Какие зарплаты у главы? Извините, можно вас спросить? Сколько у вас зарплаты? Сколько? Так, правильно. И вы на 5500 живете? У меня нет роликсов, у меня часы, но... И на 5500 живете? Никакихаевна. У меня будет на 5500. Сколько билетов вы могли бы купить? 5500. В Одессу? Куда я? Вы никуда не летаете даже? Дома сидите, на Запорожье ездите? На Запорожье ездите, да? Увы, не хочу, поэтому готов с вами спорить. Готов с вами идти в суд, готов вам обрекажать. Тогда вот такие, как вы, у которых ничего нет, надо помочь и понижать цены, чтобы с голоду не умерли, чтобы отдыхали, чтобы с твоими детьми могли поехать. Вы живете на зарплату? Если вы живете на зарплату, потому что это полное вранье. Тогда помнижайте цены, чтобы вы такие, как вы, не имущие, летали. Такие люди, как тебе. Давайте прекратим трепу, давайте попробуем подать предмет. Давайте попробуем подать предмет. Я от человека, который только что, только что продал свою госслужбу на аллигархическому интересу, только что, и реально отказал Одессит облетать в три раза дешевле, я не буду принимать обвинение, что я трепаюсь. Я не трепаюсь. Я не трепаюсь. Так продается государственный интерес в Украине во всех ваших учреждениях. Я трепаюсь. Вы все это время трепаетесь. Вы все это время дурите народ. Вы все это время издеваетесь над всеми. Нечего тут лыбиться. Вы это делаете. И мы положим этому конец. Нечего тут говорить о тропе. Я вам говорю, что только что вы продали государственный интерес, общественный интерес, интерес людей летать в 2-3 раза дешевле и поменяли его на олигархическое указание. Вы мне будете рассказывать, что вы ждете 5500? Не верю. Не верю. Нет. Не верю. Потому что не верю. Потому что я прекрасно знаю, какие частные интересы оплачивают. Секундочку. Я могу вставить такое-то слово? Вы до сколько сегодня работаете? Я работаю круглый суд. Поедем сюда. У меня нет времени. Я вам покажу, как я живу и где я живу. Если у вас есть. Извините. Тогда если вы такой бескорестный. Почему вы только что предали народу? Потому что унимат закона. Законы не для олигархов, милый воин. Законы для людей, которые не делают свои слова. Нет. Законы не для олигархов. Вы хотите показать, что вы мужчина, и хотите показать, что те слова, которые вы говорите, правда. Едем ко мне домой. Еще раз повторяю. Не надо ваших слов сейчас. Только что вы продемонстрировали, чтобы вам доплевать на интересы народу. О каком вы в доме разговариваете? Только что вы. Никакого закона тут нет. Вы только что могли. Либерализовать рынок. Завести другие компании. Создать претендент. Создать претендент. Что другие тоже могут летать. Не один. Как только один зайдет, пять других зайдут. Все будут соревноваться ценами. Все будут соревноваться обслуживанием. Я летаю на МАУ. Я знаю, что как там обслуживать. Там нет обслуживания. Это максимум сто долларов. Только что вы создали претендент. Что вы закрыли все остальные дороги. То есть перекрыли кислород пассажирам. И вы мне будете рассказывать про свои эти. И это поступало. Я думаю, я честно говорю. Вашу комиссию. Честно говорю. Вот эту комиссию. И тех людей. Честно говоря. Если бы я решал. Но я думаю, что народ этот. Эту комиссию просто надо распустить. Я сейчас пойду к миниции. Буду ставить эту вопрос. У вас будет без конфликции. Мне нечего с вами спорить. С вами все ясно. С самого начала. С самого начала. Это ясно было. Что это комедия. Вот так будет. Так все функционирует в Украине. Все заранее продано. Все заранее схвачено. Сейчас я буду разбираться с министром. Не будет он разбираться. Буду разбираться вместе с народом. Людей. Которых это он. Вот и все. До свидания. Вот так вот. Я вот и плюнуть.